Всем привет! Мы много раз снимали видео для вас, рассказывали о том, как выглядит покупка недвижимости в Таиланде на первичном рынке от застройщика. Но сегодняшний выпуск мы посвятили перепродажам по очень хорошим ценам, потому что рынок перепродаж набирает обороты. В последнее время часто попадаются клиенты, для которых расстройщика не определяющий фактор. Поэтому у нас сегодня будет три квартиры в разных ценовых категориях. Сейчас мы находимся на балконе дорогой квартиры, но мы еще сюда вернемся в конце ролика. Поэтому, если все готовы, погнали! Решили мы начать с недорогого варианта. Это квартира с одной спальней в проекте «Семь морей». Мы уже ознакомили вас с этим комплексом, но тогда мы говорили о первичке. Сейчас идем на перепродажу. Корпус называется «Бора-Бора». Десять лет мечтаю туда слетать, поэтому dreams come true. Мы взяли для примера стандартный one-bedroom, 36 квадратов, односпальная квартира, стандартная комплектация от застройщика. Вот на сегодняшний день такая планировка будет стоить, учитывая, что мы на четвертом этаже, и у нас здесь вид в сторону моря. Море там, конечно, чуть-чуть видно, но тем не менее. Здесь стоят виллы по два этажа, поэтому ничего перед вами уже не построится. Вид гарантированный. Такие от застройщика стоят 2 миллиона 550 тысяч бат. Эта квартира продается за 2 миллиона ровно. Разница в полмиллиона бат довольно ощутимая. Как происходит вообще процесс перепродажи? С чего все начинается? То есть мы смотрим с вами квартиру, мы по ней погуляли, вы говорите, окей, нам нравится, мы покупаем. Что происходит дальше? Учитывая, что перепродажи идут намного дешевле, чем квартира от застройщика, естественно, здесь нет таких условий, которые дают строительные компании. То есть здесь нет таких рассрочек по полгода, по году. Всегда, если мы говорим о перепродаже, речь будет идти о рассрочке порядка трех месяцев. Решили мы выйти на балкон, потому что пошел дождь. Показать вам немножко тайских дождей, причем я думаю, это минут на 10, потому что вон уже небо с просветами. Ну, в общем, вы сказали, окей, нам нравится, мы берем эту квартиру, вы вносите депозит. Стандартный депозит на перепродажу идет 100 тысяч бат. После этого мы готовим трехсторонний контракт между продавцом, покупателем и агентом. Испугался немножечко грома и сбился. В общем, составили контракт, продавец-покупатель агентства недвижимости. Мы здесь выступаем как гарант сделки. Первая наша функция, мы проверяем все документы продавца на то, что квартира, его стопроцентная собственность, не заложена в банке, не обременена там еще чем-либо. Второй момент. В России используют банковские ячейки при подобных сделках. В Таиланде такой практики нет, здесь используют агентство недвижимости. То есть сначала агентство недвижимости получает деньги от покупателя, уведомляет продавца. Мы готовим все документы, необходимые для переоформления документов на нового владельца. После того, когда документы все готовы, мы их принимаем от продавца, передаем ему средства, а покупателю передаем документы уже с его именем. Второй вариант. Это у нас тоже квартира с одной спальной в другом проекте. Это у нас комплекс Лагуна 3, ну или как его еще называют, Мальдивы. Здесь есть недорогие студии, там от миллиона до миллиона ста тысяч бат. У застройщика такие квартиры продавались там по миллион триста, по миллион четыреста даже. Есть односпальные квартиры старта от двух миллионов бат, от миллиона девятиста. В зависимости от того, какой вид, какой этаж в квартире, ну естественно какая квота. Здесь у нас второй этаж и внутренний вид на бассейн. Но покупка квартиры конкретно в данном случае она не такая, как в предыдущем проекте. Здесь речь идет не о переоформлении чинота нового покупателя, а о переуступке контракта. То есть новый покупатель покупает контракт у предыдущего владельца на том этапе, на котором он находится. Также очень важный момент, на который нужно обратить внимание, это дополнительные платежи. Так как они пойдут в плюс к основной стоимости квартиры. Стандартно это четыре платежа, которые отображены в любом контракте от застройщика. Это установка регистрации счетчиков, это капитальный ремонт, это госпошлина на оформление недвижимости в собственность и ежегодный сбор за обслуживание. В дополнение к этим платежам пойдет еще сбор за смену имени в контракте. У некоторых застройщиков это может быть 10 тысяч бат, у некоторых вплоть до 200. Эта цена зафиксирована в контракте от застройщика, поэтому тоже важный момент, на который нужно обязательно обратить внимание. Следующий важный момент, это фактический размер квартиры. Предположим, вы купили контракт, в котором была заявлена квартира площадью в 40 квадратных метров. Фактический же размер получился 41. Для вас это означает, что цена квартиры изменится в соответствии со стоимостью одного квадратного метра. Мы проверяем, сколько продавец выплатил застройщику, какие дополнительные платежи лягут на покупателя. Получаем разрешение от застройщика на переуступку. И только после этого начинаем готовить все документы. Переуступка довольно сложный процесс и разобраться самому будет довольно сложно. Поэтому очень важно выбрать здесь агентство недвижимости с хорошим опытом. Также очень важным моментом при покупке квартиры на иностранную квоту является легализация средств. Самым правильным и простым способом является оплата через банковский сектор. То есть сделать обычный банковский перевод из России в Таиланд. При таком переводе получатель запрашивает справку в тайском банке, которую необходимо будет предоставить со всем пакетом документов в земельный департамент. Однако есть много людей, которые по тем или иным причинам не хотят переводить деньги через банк. В любом случае наше агентство недвижимости может помочь с легализацией средств и получить данную справку. Учитывая, что документы на собственность оформляются на тайском языке, очень важно иметь хорошего юриста. Второй дополнительный платеж, на который нужно обязательно обратить внимание, это госпошлина за оформление недвижимости в собственность. Если речь идет о переуступке контракта, как в данном случае, то пошлина не превысит 2% от стоимости квартиры. А если речь идет о перепродаже квартиры с ченотом, как в семи морях, то там уже нужно смотреть, по каждой сделке идет индивидуально. В целом эта ставка идет 6,3% от стоимости квартиры. Где-то делится пополам между продавцом и покупателем, где-то на продавца 100% или на покупателя. Ну, в общем, всегда оговориться индивидуально. Но это тоже важный момент, который обязательно нужно проверять. И, собственно, чем мы и занимаемся. А вышли мы на балкон просто для того, чтобы показать, что квартира с шикарным видом. Вечером здесь горит подсветка. Ну, вид на бассейн всегда клево. По Мальдивам у нас все. Следующая остановка Джамтьен. Потом обуваемся и поехали. Давай заходи, не стесняйся. У нас помимо стандартных квартир, естественно, есть квартиры чуть подороже. Можно сказать, что это премиум сегмент. Здесь у нас около 100 квадратов. Высокий этаж, первая береговая линия. Так что за хорошие деньги можно найти в любом проекте перепродажу, если рассрочка для вас неопределяющий фактор. Поэтому пишите, не стесняйтесь. По квартире. Здесь три спальни, зал, красивый фронтальный балкон с видом на море. Сейчас погуляемся, покажем. Хотел еще напомнить. Раз начали уже про квартиру. Там у нас прихожка, здесь кухня, зал. Причем здесь стоит вот такая раздвижная дверь. До конца ее закрываешь. И получается еще одна спальня. Всего у нас тут три спальни. Раз, два. И там третья хозяйская. Здесь у нас туалет. Слайдовые двери. И душевая. Здесь еще одна спальня. Есть свой мини-гардероб. Туалетный столик. Мы вышли опять к прихожке. Здесь я вас встретил. И здесь хозяйская спальня. В хозяйской спальне есть ванная. Помимо душевой есть небольшой гардероб. Опять слайдовые двери стоят. Сделано все в этом комплексе очень красиво, очень качественно. Проекту где-то уже, наверное, лет 5-6. И здесь вот. Жемчужинная квартира – это ванна. Если вы смотрите наш канал, знайте, что ванны в Таиланде делают редко. Либо в домах, либо в дорогих шикарных проектах. Поэтому квартира шикарная. Стоит она 10 миллионов бат ровно. В это уже будет входить стоимость переоформления квартиры 50 на 50. Ну и, собственно, вся мебель, вся техника, даже все полотенца, все, что вы видите, все также входит в стоимость. То есть, как правило, когда продается квартира на вторичке, там уже неделя, что мы оставляем, а что забираем. Все, что есть в квартире, все входит в стоимость. На сегодня у нас все. Поэтому для людей, для которых расстройщика – неопределяющий фактор, перепродажа – самый оптимальный вариант. Что цены будут в любом случае интереснее, чем у застройщика. А со всеми остальными процессами, связанными с оформлением, мы позаботимся. За это можете не переживать. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем пока. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, следить за обновлениями. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова